Добрый день! Это Елена Терехова. Сегодня 14 апреля и мы на моем маленьком огородике. Сегодня мы поговорим немножко о лилиях. О лилиях, как купить их, как за ними немножечко ухаживать, чтобы они красиво целили и сохранять по возможности. Когда вы покупаете лилию, вы обязательно посмотрите, что у вас в пакетике. Не смотрите, что у вас красивая картинка. Она всегда красивая, но главное, что здесь внутри. Луковицу надо обязательно, хоть она и в пакетике в магазине, проверить. Сейчас я покажу, что там внутри, как я проверяю. Проверяю, конечно, на месте. Ну вот, посмотрим. Даже через целлофан видно, что луковица плотная. Главное, чтобы она не вялая была, чтобы не очень длинный росточек был вот отсюда видно и чтобы там что-то было живое. Иначе вы можете купить просто пустышку. Одно расстройство, картинку можно сказать. Вот нормальная луковица так должна выглядеть. Не очень большой росток, не вот такой вытянутый. Плотненькая, с хорошей корневой системой более-менее. И она уже у нас готова к посадке. Долго вы не выдерживаете. Пришло время и надо сажать луковицу. И вот вторая, точно такая же. Это старгазер. Люблю я их. И еще, по-моему, она немножечко другое. Лилии существует очень много видов, сортов. И азиатские, и ориентальные, и ОТ-гибриды. Вот и вторая такая же. Запакована здесь в торфе обычно. И вот тоже я выбрала шикарная луковичка. Посмотрите. Плотненькая, толстенькая, с хорошим ростком. Лилии. Что нам надо? Обязательно. Надо. Я раньше не рассказывала про них. Ну, многие, наверное, читают. Надо их укрывать на зиму. Обязательно. Хорошим слоем. Ну, в нашем климате. Я живу в Латвии. У нас морозы. И мне было... Раньше я тоже не очень накрывала их, как бы, так. Но очень жаль, когда вы покупаете красивые лилии, и они у вас на следующий год. Все, вымерзли, и ничего нет. Пустое место. Когда она крыта... Сейчас я вам покажу, как хорошим слоем. По опадам листва улетает. А вот по опадам, посмотрите, как прекрасно перезимовала лилия. Вот. Как она себя прекрасно чувствует. Это была одна лилия, и она дала такой приплод. Еще такая тонкость. Когда цветет лилия, отцветает, или вы кому-то дарите, не старайтесь обрезать ее низко. Старайтесь намного, как только возможно, оставлять этот пенек. И пенек этот на осень, на зиму, ни в коем случае не выдергивайте, не обламывайте. Пусть она остается. Потому что здесь еще образовываются детки, которых вы потом можете отделять и забирать. И еще это хорошо запечатывает саму луковицу. Если вот эту вот часть открываете, то там образуется, по-простому сказать, дырка, в которую попадает вся влага. Луковица начинает гнить, болеть, и все. И она погибает в основном. Вот весной можно аккуратненько вот так убрать и увидеть, какая хорошая корневая система еще поверх. Помимо того, что у лилии основные такие корешки, но летом развиваются, весной и летом развивается основная корневая система поверху здесь. И короче говоря, надо лилию хорошо кормить. Вот тут я немножечко... Можно убрать весной. Это уже то, что... Именно весной. Потому что пошел новый росток. Вот она там. Даже видно луковица. Она не очень сильно у меня заглублена. Потому что у нас грунтовые воды. Холодно. И не сильно заглубляю. И вот здесь то же самое. Посмотрите. Видите? Вот так там запечатывается. Но здесь что-то... Вот она есть. Еще не проснулась. И как образовываются детки. Посмотрите, какие шикарные тогда... Я тут, правда, поспешила. Убрала этот цветонос. Но потом решила снять видео. Как на этом... Вокруг этого цветоноса образовываются дети. Тут вообще просто шикарные выросли детки. И вот их вот так можно... Прямо такие детеныши хорошие. Вот. Посмотрите, какие приросли шикарные луковицы. Ну, там малыши. Тех больших, может быть, что-то я еще потом отсоединю. Вот еще детки есть, если покопаться. Посмотрите, так даже росток вниз пошел расти. И тут вот они вместе. Потом я буду отсоединять. Лилию не надо выдерживать. Выкопали. И тут же надо сажать. Не давать пересыхать корешкам. Не вялить на солнце. А сразу же посадить в грунт. Так, лопату, конечно, я не взяла. Но, короче говоря, не на большую глубину закапывается. Вот тут видно, насколько. Вот. Вот так где-то. Посадка. Потом, весной и летом, обязательно подкормка вокруг. Вокруг вот так высыпаю куриным навозом просто поверху поливка травяными настоями. И ваши лилии будут вот такие мощные, сильные, высокие, красиво и долго цвести. Ну, так, пролили и, наверное, все. Тут можно видеть, что я укрыла клубничку. Клубника уже тоже обработана. Обрезана, 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 вот сейчас поближе покажу. Вся сухая листва. У меня есть отдельное видео, где я рассказываю про клубнику. Подкормлена. Тем же навозом вокруг обсыпалась. И еще золой вокруг. Обязательно, это от вредителей. Никакой белокрылки и всякой гадости тогда не будет у вас. И прикрыто легким агро-волокном, чтобы было потеплее и пораньше получить ягоды. Здесь вот на дугах, а здесь просто так вот лежит все. Черника садовая тоже немножечко прикрыли. Сейчас у нас холодина такая стоит. И чтобы было тепло. Лучок, который вот здесь вот рядом стоит, это был у меня в теплице. Я его подышать вынесла на улицу. Мы его активно едим. Так что в ящиках выращивайте очень удобно и хорошо. Ну, все на этом сегодня. До свидания. Пока-пока. Всем хороших урожаев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok